Сегодня в 27-й Тарасской школе 170 учеников. Заведение заполнено всего на треть. Несмотря на весенние каникулы, дети пришли в классы и сегодня, чтобы рассказать, почему они против закрытия школы. Потому что мне все удобства, в них хорошо, хорошее питание, тепло, хороший спортзал, очень хорошие учителя. Здесь много пространства, здесь хорошая библиотека, здесь учат разным языкам, и английскому, и немецкому, и украинскому, и русскому. Здесь очень добрые учителя, здесь хорошее питание. На встречу с заместителем губернатора также пришли родители учеников и педагоги. Они против оптимизации. Последние говорят, что боятся остаться без работы, а мамы и папы школьников не хотят переводить детей в соседние образовательные заведения. Буквально пять месяцев я здесь работаю, я влилась уже в этот коллектив, мне очень нравится. Дети, мне нравится эта школа, такая просторная, большая, и вот теперь ее закрывают. Мне это получается, мне придется заново искать работу, хотя обещают трудоустроить, но я об этом сомневаюсь, что меня трудоустроят. Мы пока еще не думаем о том, что мы идем в другую школу. Это будет очень тяжело, мы русскоязычная школа. Ближайшая, которую нам предлагают, она украинскоязычная. Представьте, если пятый класс или восьмой перейти ребенку в школу с украинскими обучениями. Денег, чтобы содержать 27-ю школу в городском бюджете нет, рассказал мэр Тореза. В этом году вместо необходимых 52 миллионов гривен система образования получила 42. Если оставить эту школу, то закрывать придется образовательные заведения в селе. В этом случае необходимы дополнительные деньги на покупку автобусов. Сегодня рассматривать вариант закрытия школы на поселках – это еще дополнительные наши затраты. Надо купить автобусы, надо возить детей. Сегодня мы не имеем возможности в городе локационный. Кроме общеобразовательной, в этом здании работает вечерняя школа и арендует помещение филиал Харьковского политехнического института. В случае закрытия школы он, возможно, и займет это здание. Я не говорю неэкономно, а нерационально расходование средств. Чтобы в два раза было больше детей, это с одной стороны. А во-вторых, что финансирование было на объект, на школу. А на сегодняшний день на учащегося. И поэтому вполне естественно, с уменьшением количества и наполняемости увеличиваются расходы, которые бюджет не покрывает. Продолжение диалога с родителями и педагогами прошло в другой аудитории. Проблему закрытия школы Марина Черенкова обсудила без журналистов и представителей городской власти. О результатах в областной администрации обещают сообщить завтра. Ростислав Сысоев, Светлана Киктева, Алексей Костюк, Панорама.